Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Опять мы касаемся наших с вами ладонях. Кто внимательно слушает лекции наши на нашем канале, знает, что данная точка В10 Тяньчжу контролирует очень сильно наши с вами ладони и всегда принимает активное участие в нормализации потоотделения в ладонях. Сегодня наша тема лекций и урока – холод и потоотделение в ладонях одновременно. Человек испытывает холод и при этом холоде у человека что? Потеют ладони. Это может быть вызвано при стрессе, при страхе, это может быть при бедствиях, либо бедственном состоянии человека, при несчастье. Человек попал в аварию, человек испытал шок. Это, конечно же, может что? Посещение даже зубного врача – это тоже может вызвать у человека вот такой вот холод и потоотделение в ладонях. Также это может быть истощение яйнской энергии нашего с вами организма. Почему? Потому что вот эта вот область является основным поставщиком яйнской энергии и для головного мозга, и для спинного мозга, и для всего нашего организма в целом. И вот когда человек истощает свою яйнскую энергию, у человека начинает что? Проявление холода. Так мало того, что проявление холода, еще энергия выходит с помощью что? Потоотделения. Ну, мы здесь сразу тоже скажем, что если у нас верхние конечности, то нужно знать, в каком состоянии энергетика и не янь. В верхних и нижних конечностях. Почему? Потому что если болезнь проявляется сверху, то нужно лечить и низ. А как мы будем лечить верх и низ, если мы не знаем, в каком состоянии? Поэтому диагностика 12 меридианов тоже является неотъемлемой частью при проявлении холода и потоотделения в ладонях одновременно. Почему? Потому что мы должны знать, в каком состоянии 6 яйнских меридианов и 6 тиньских. Вот представьте, 6 тиньских меридианов воспалились, а 6 яйнских меридианов что? Истощились. Тем самым мы что? Можем воздействовать данную точку В10 Тяньчжу и тонизировать яйнскую энергию. Но так и останутся 6 тех меридианов непротонизированные. Поэтому нам нужно те 6 меридианов тоже восстановить, чтобы яйнская энергетика пошла в них что? Гармонично. Вследствие чего баланс и не яйн восстановится, вследствие чего человек что? Избавится от проявления этого холода и потоотделения в ладонях. Но! Здесь есть очень сильное одно но, которое вам никто не скажет. Сам человек, который вот так переживает свой стресс, вы сами губите так свою яйнскую энергию. Вам нужно немножко самообразовываться, самовоспитываться. Не доводить себя до крайности, чтобы с потом и с вашим вот этим вот негативом выходило, либо вы истощили всю свою яйнскую энергетику. Данная точка В10 Тяньчжу тонизируется при проявлении холода и потоотделения в ладонях одновременно. Спасибо за внимание!